Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Несет ли муж ответственность за Богом, за аборты жены? Во-первых, если жена сделала аборт от этого мужа, не сказав ему об этом, не спрашивая его, а я сама решила, мнение мужа не до лампочки. Тем самым она дает ему легитимный повод для развода. Это одна из причин, по которой мужчина имеет полное право с точки зрения церковных канонов развести с ней. Бывает другая ситуация, когда мужчина подталкивает женщину к аборту, заставляет, терроризирует, угрожает. В данном случае женщина имеет право подать на развод, сохранить ребенка вне семьи. Следующая ситуация. Когда муж принудил женщину к аборту, она его совершила. Кто виноват? Она? Он? Или вместе? Мужчина может сказать, ну, я просто настойчиво требовал, а решала, что она. Это ее грех, я тут ни при чем. Очень даже при чем. Во-первых, после оформления брака, после венчания, если оно было, вы теперь двое вплоть едино. Вы теперь единый телесно-духовный организм. Вы сообща, совместно несете ответственность за принятие любого решения. И, как говорят, аборт — это мужской грех. Так, да, в этом есть не то, что доля истинная, но как минимум 50% истинная. Если мужчина поддержит женщину, он сможет убедить ее в том, что он будет нести ответственность за этого ребенка. То даже если он и родился вне брака, или зачат вне брака, то женщина сохранит этого ребенка. Но если она видит, что мужчина уйдет, не нужен ему ни ребенок, ни она, никакая ответственность ему не свойственна, она пойдет делать аборт. Хорошо, если окажутся родители ее рядом, скажут, ничего, родишь, воспитаем, поможем, плечо подставим. Хорошо, если подруги, в конце концов, если священник рядом окажется, будет вообще замечательно. В любом случае, любой человек, который остановит этот грех и сохранит жизнь ребенку, сколько есть фондов замечательных, как церковных, так и светских, которые помогают женщинам пройти этот непрестой период сомнений, сохранять, не сохранять. Так что мужчина не то, что несет ответственность. Он главный в семье, кто несет ответственность за все. Конечно, как и понимаю, в христианских семьях вообще не стоит такой вопрос, рожать, не рожать. Да, конечно же, рожать. Но если речь идет о вопросе о семье нерелигиозной, я все равно, как священник, отвечу, что да, мужчина ответственность несет, если хотите, даже основную. А что же говорит Писание на этот счет? Диколог, говорит, очень просто, не убей. А если ты подстрекал к убийству, ты разделяешь этот грех. Даже уголовное право о чем говорит? Допустим, киллер виноват в убийстве? Он виноват. А заказчик получает сколько лет? Столько же. И ищут всегда заказчика, а не исполнителя. Так и здесь, если заказчик твоего аборта, твой муж или сожитель, кто виноват в большей степени? Ну, на самом деле он. Дай Бог, чтобы в наших семьях, в нашей жизни ничего подобного не происходило. Дай Бог, чтобы в наших семьях, в нашей жизни ничего подобного не происходило.